Кто-то к нам приехал? Здравствуйте! Здравствуйте! Это Кубань-24. Это телецентр, который вас ждут. Сегодня к вам приехал родный ансамбль казачьей песни КОЛОС! Тихорецкий район. Ты, Натасия, Натасия, дорогая, Тонус жизни нам даёшь И в народном-то формате Пошь не хошь, а запоёшь. Что это такое? Натюрморт из лучших мест Тихорецкого района. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В сердце, дорогая! Все, выпивка и запускай, все, что надо. ПЕСНЯ 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 Здравствуйте, ансамбль «Колос». Здравствуйте! Так же я вас дала в гости. Обычно я приезжаю в гости коллектива в район, в Тихорецком районе, в городе Тихорецке была, мы с вами встречались, был снежок, вот, правда, да, было холоднее гораздо. Очень рада вас видеть, вы с гостинцами, как обычно, традиционно, ансамбль «Колос» всегда вот так вот нас радушно встречает, где бы мы ни находились. Рассказывайте, как вы, что интересного за последние 2-3 года произошло у вас в коллективе. Я знаю, что очень много лет вашему составу, вот, были какие-то знаковые концерты, выступления, мероприятия у вас последние, вот, пока мы не виделись. Конечно, коллектив по-прежнему процветает, коллектив астралирует, мы ездили в Москву, выступали там, мы были, по краю ездили с концертами, знаковые такие станицы, которые был губилей, станицам были просто праздник, люди приглашают, хотят не только хлеба, но и зрелищ. Поэтому мы всегда с ними, мы всегда поздравляем и... Ну, вы практически с основания, да, 60 какого, с 7... Ну, не то, что... А, с 8, подождите, с 81-го года, я еще не родилась, вы уже пели в «Колосе». Вот, вы дополните все яркие моменты и видите, как вот эта традиция народной песни поддерживается уже много лет в ансамбе «Колос». Вот, обязательно попрошу вас поделиться с нами яркими моментами и других участников, да, вот, про коллективы, про фестивали, я знаю, что говорят о международных конкурсах. Но прежде нашим зрителям покажем небольшую информацию о вашем коллективе и расскажем о внимании на экране. Ансамбль казачьей песни «Колос» — ведущий коллектив и гордость Тиховецкого района. Появился в станице Новорождественской. В этом году отмечает 56 лет деятельности. Главной ценностью ансамблю по-прежнему остаются люди, преданные любители народной песни. «Колос» — лауреат всесоюзных и всероссийских конкурсов и фестиваний. Неоднократный участник показа советского самодеятельного творчества за рубежом. В репертуаре ансамбля — авторские песни и обработки народных песен Кубани, России и Украины. «Колос» — это не весь состав мы видим, как и сегодня, да? Сколько человек в вашем коллективе, скажите? «Косао» меняется, но в нашем коллективе всегда остается примерно 20 человек, постоянных участников, на которых можно понадеяться, на которых можно рассчитывать. «Костяк» такой, да? «Костяк» такой, да? «Костяк» такой, да? «Это поменял статус коллектив, то есть хор — это был более численный состав, ансамбль стал мобильным, вы говорите, 20 человек, да?» «Да, когда-то была и танцевальная группа в ансамбле «Колос». Начиналось все с танцевальной группы вообще, да?» «Начиналось все с танцевальной группы, а чтобы разбавить танцы чем-то, то была хоровая группа, которая исполняла 3-4 песни, потом танец, 3-4 песни, потом танец. Ну тогда это можно было себе позволить, но потом со временем осталась только хоровая группа, которая вот так и прошла, как ансамбль казачьей песни «Колос». «Колос». «Ансамбль казачьей песни «Колос». Но у вас есть танцевальные номера или вы только певцы?» «Мы только пританцовываем». «Пританцовываем, да?» «Потому что, как у нас говорят на Кубани, песню казачью просто спеть нельзя, ее надо сыграть. Поэтому как сыграть, ее надо какую-то картинку рисовать, ее картинку сдобрить надо какой-то, и поэтому есть ее. Мы стараемся двигаться, стараемся общаться и с зрителями, и между собой, и поэтому это всегда смотрится лучше». «Ансамбль «Колос», вот 65-й год, станется новорождественская, танцевальный коллектив превратился уже в песен с огромной такой историей. И не один раз ансамбль «Колос» представлял «Кубань» на международных конкурсах, фестивалях. И вот как раз хочу затронуть тему дни советской культуры в Европе, в европейских странах. Павел Иванович, расскажите, помните ли что-то, как, когда было и, может быть, как сейчас сравните, если можно это сравнить? «Вот всегда славянам и христианам было тяжело в этом мире, и поэтому в 86-м году позвали нас поддержать сербский народ в Еврославии. Мы поехали в Еврославию, выступали там в городах, которые три языка, три как бы части таких разделенных в саму Еврославию находятся. И вот с сербами мы встречались, как братья, мы до сих пор живем братья, и они к нам тянутся, и мы к ним всей душой открываемся. Потом была традиция такая поезд «Дружба Кубань» в Болгарии. То есть собирался состав из 15 вагонов, в каждом вагоне по два района. Белоглинский, Новопокровский, Тихорецкий, Павловский и так далее. Поезд этот шел, у них графика, в Болгарию, там встречали автобусы в каждый район, развозили по разным местам. И там с болгарами тоже общались, как и с братьями. В 16 вагоне, в Болгарии. Потом случилось так, что пришлось объединиться в Германии ГДР и ФРР. А кто-то еще Кубань представлял когда с вами? Представлял еще какой-то коллектив из России. Какой-то коллектив из России и вы представляли казачью культуру, да? Да, казачью культуру в момент объединения в Дружбе Германии. Как? А помните, да, наверняка ряд тех зрителей, как вас включили? Ну конечно, конечно. Было много людей, которые знали и русский язык, и уже наши военнослужащие, ну как говорят, сидели на чемоданах. Уже надо было выходить из Германии после того, как объединилось. И поэтому в воинских частях выступали, которые еще... Завод был «Звезда», который монтировал танковые двери, и завод другой, который монтировал автомобили. На них выступали, полный зал был нашими военнослужащими. Они смотрели с жадностью и с любовью к своей Родине, что кусочек Родины приехал к ним на службу. Вот те гастроли посетили только вы, да, застали, Павел Ильич? Или кто-то еще из девчат, из казаков нашел? Ну уже один, наверное. Уже поменялся настолько состав, но я знаю, что вы, как одна большая семья, называете коллектив вторым домом, да? Да. Вместе праздники, вместе гастроли. Конечно. Но это же надоедает, наверное. Потом в Греции есть такой народ, Влахик, который называется. Влахик. Да. И вот город Науса, это в районе Солоника, в Греции, собрались всех Влахов со всего мира. Пригласили оттуда, оттуда из Болгарии, в том числе из России. Приехали те греки, которые когда-то оказались в Казахстане, вот, со своими культурами, в своих костюмах, сохранившихся еще. Вот. И наш коллектив ездил тоже туда, чтобы поучаствовать в этих культурных мероприятиях этой народности. Эта народность небольшая, такая, примерно, как название. Но на всю Грецию это, конечно, уже какая-то часть. Вы сказали про поезда. Наверняка не случайно с поездами связаны, потому что одной из достопримечательностей Тиховецкой является поезд, который въехал в Берлин. Там, по-моему, два поезда было, да? Один из которых стоит у вас на площади, при вокзале, да? Паровоз. Паровоз, да. Паровоз стоит на площади. Который был минный, но военное время возил. Ну, и возил в госпиталь, который постоянно был прицеплен к нему. Имел много ранений, пробоин. Все это тут же зашивалось, затыкалось, и он ехал дальше. Так он и вернулся назад на свою станцию Креписки, станция Тиховецкая. Да, все ассоциируют, наверное, песню именно с вашим городом. Отправиться. Как бы там ни было, но отправиться. Погончик тронется, перо останется. Да. Какие еще достопримечательности есть в Тиховецке, которые вот обязательно ассоциируются с этим городом? По-прежнему наш район хлебородный. Большие урожаи выращивают, есть фирмы, есть уже предприниматели, которые остались. И традиции свои сохраняют. Вот недавно один из предпринимателей женил своего сына. И захотел, чтобы его, как казака уже, как Тиховецкого жителя, достойно ввели в жизненную уже облику. Ну что, пришлось жениху или уже мужу, новоиспеченному, подарить кинжал. Как главе семьи. Да. Ну конечно. А невесте расплюли косу. Как вы носите, как у вас. Потом заплюли и уложили ее. Как правило казачки. И одели швычку. Такое некое посвящение все равно. Конечно. Было такое посвящение. И одели на ключик красивый платок. По Саске правда. Ну одели. Это симбиоз, да. Ну конечно. Поэтому было приятно всем. Ну то есть Тиховецкая, это все равно казачество. Конечно. Это хлеб. Это хлеборобный, да. Это хлебороба. Это кружки. У вас музей космонавтики есть. Поглязающий. Да. Есть такой Козлов Дмитрий Ильич. Он является ближайшим соратником Сергея Королева. Он непосредственно участвовал в разработке R7. То есть это именно та команда, которая запустила в итоге первый спутник искусственного спутника Земли. И Гагарина в космос тоже. Это не без помощи нашего Козлова. Это наша гордость. Это знаменитые земляки. Слава не примит. Я надеюсь еще много-много-много столетий будет примит Слава. Так же как и в ансамбле Колос. Ну в основном живут казаки у нас линейные черты казачества. То есть есть черноморские казаки, а есть линейные казаки. Линейные, которые пришли вот оттуда. Это с Дона, с Россией. И поэтому и песни у нас примерно такие. Ну на русском языке. У вас больше линейные, да? Палашку мы тоже любим нашу кубанскую. Тоже на ней поем. Вот. Но больше линейные казаки. И песни остались от них. Которые мы поднимаем, которые мы сохраняем. Которые мы пропагандируем по-прежнему. Потому что это такая же неотъемлемая часть истории, как и все остальное. Чтобы Вань заселялась с разных сторон, да? С разных сторон. Сейчас песня какая произносит? Линейная или черноморская? Сейчас произносит линейная песня, как по травке, по канавке. На чисто русском языке, но по мятам, игривая. И тогда, когда был праздник у людей, когда было весело, исполнялась такая песня. Пожалуйста, послушайте. Немножечко их серии в нашу студию добавим. Да. А вот сам для голоса. Хорошо. Как по травке, по канавке. Как по травке, по канавке. Как по травке, по канавке раскуляться. Как по травке, по канавке раскуляться. Растет трава зеленая. Растет трава зеленая. Зеленая, муровая зеленая. Зеленая, муровая зеленая. Я по травке, по канавке гуляла. Як по травке, по канавке гуляла. Золотое колечко потеряла. Золотое, золотое потеряла. Добро пожаловать на наш канал! Почему считается главным достижением коллектива участия тихорецкого состава во всероссийском проекте «Дни Краснодарского края» в Москве? Почему для вас знаковый? Посчитали так, потому что откуда приходят продукты, откуда приходит все сладости, откуда приходит все красивое, приходит с тихорецкого района в том числе. Не обязательно все. А что там у них еще есть? А у них еще есть ансамбль «Колос». Давайте его тоже. Прогласили ансамбль «Колос» и привезли весь антураж, который украшал этот праздник. А антураж это что? Антураж это тыква, это арбуз, это яблоки, это перец, это груши, это помидоры. Но очень-очень много было заставлено местами другого. В том числе и наши камыши. А тихорецкие камыши были? Ну конечно. Из камышей были сделаны ограждения, из камышей были сделаны крыши. У вас там курень был тоже? Курень, конечно. На котором встречали всех и москвичи, и гости в столице. Иностранцы. Были рады иностранцами, были уведены и рады, что такое оказывается еще есть на земле. Это такое урожай, да? Кубанская казачья культура. А вообще, как считаете, казачья песня, вот «Кубанская казачья культура», она развивается, либо она встает? Что нас ждет, вот по вашим прогнозам, может кто-то выскажется интересным, через пять-двадцать, например? Будет ли кто-то слушать эти песни? Будут ли они пользоваться популярностью, да, тому молодежи, старшего поваления? Как-то некоторые мне коллективы говорят, ты знаешь нас, по-моему, народные песни уже меньше стали слушать. Прямо вот как-то меньше и меньше и меньше. И коллективы стали меньше петь народных песен, вообще народных как-то меньше и меньше. Поэтому мы бережем это как нашу сокровищницу. Вот правда ли это? Это правда, потому что можно сравнить с чем? Есть юбилеи, которые 80 лет нашим жителям Тиховицкого района, а можно юбилеи, которым 30 лет. И они, в том числе, приглашают наш коллектив, чтобы поздравили. Вот молодожены со всем поздравили. Ну, казалось бы, зачем это им уже надо? Застолье, то есть там кто-то, все, подарки. Нет, надо пригласить, чтобы была песня, которая должна оставаться вечной. Настя поет песни с нами. Это ценители или это просто модно? Я не знаю. Я думаю, это ценители. Это ценители, да? Конечно, это ценители. Это пели их родители, это пели их бабушки. А теперь им это тоже интересно. А как это? А вот так. Вот песня «Ой мой милый воронежский почет». Это неубиваемая песня, которая будет, наверное, причем поют разные грузины, например, просят. А можно спеть «Ой мой милый хинкана почет». То есть это как бы в эту же тему, но вот так и кое-то так. Да ладно, споем новым партнерам. Или бабушка останавливает песню так на полпути. Говорит, так, подожди. А ты какого подожди? Ну такого. Так ты не знаешь эту песню просто. Там самое главное это песни. Йо-хо-хо, мы черно-бревая, конечно. А вы почему это не поете? Да некому. Ну мы это вернули опять в песню, опять в коллектив. Настенька, а к нам еще во время выборов, которые проходили, были наблюдатели иностранных. И попросили какую-то достопримечательность. И мы оказались ели. То есть мы пели, переводчики им переводили. За ремочкой водки они все понимали, что это песня от души и от сердца. А мы же не все знали язык. Велком, велком. И швейцарский. Есть оба хозяйства. В общем черненький. Уже ушел. Панама. Панама. Панама, да. Хорошо. Выучил, молодец. Но вообще вот этот обмен это очень интересно. Мне кажется, это одно из самых увлекательных для артистов моментов, когда ты можешь соприкоснуться с другой культурой. Чем-то обменяться энергией. Это так ценно. Я желаю в душе, чтобы у вас были такие яркие гастроли. Чтоб нам позволила ситуация гастролировать и не думать ни о чем плохом. Ну что ж, сейчас у нас народная рубрика. Как вы думаете, какая? Чистушки. Чистушки в народном формате. Музыкальные четверостишие от наших гостей. Чистушки, которые никто еще до этого не слышал. Чистушки, которые сочиняют сами артисты. Мелодию мы разрешаем брать абсолютно любую, свободную. Я не знаю, какая мелодия, какие слова прозвучат прямо сейчас, но с удовольствием предоставляют слово ансамблю голоса. Наш баянист тоже из простых жителей Харецкого района. Все это ему с детства знакомо. Он когда-то закончил музыкальную школу, потом высшее учебное заведение. И вот он у нас. Он от этого оторваться уже не может. Чистушки под баян. Классика жанра, да? Классика жанра. Причем частушки есть, оказывается, только у нас в русских. Только мы придумаем частушки. И про молодых, и про видушку с бабушкой, и про Настю Нагайкину. Сейчас они будут, да? Сейчас они будут. Как-то я часто сталкиваюсь с тем, что на Кубани коллективы говорят, Настя, ну мы не поем частушки. В смысле, ну почему не поете? Ну это такой жанр, это вся страна. Кубань отдельно, Россия отдельно. Вот как когда на Кубани не очень. Припевки, да. Припевки, но те же частушки, да? По сути там терские. Частушки страдания. Страдания тоже некоторые частушки ими называют. Почему у нас так частушки не очень популярны на Кубани? Ну не знаю. У нас очень популярны. Популярны? В Тихорецком районе очень популярны. Если частушки приличные, есть не очень приличные. Поэтому мы фильтруем и берем в свой репертуар только приличные частушки. Вот приличные мы сегодня вам испоем, да. Но все же из жизни, все из жизни. Начиная от жениха с невесты, а заканчивая дедушку и бабушкой. Я обожаю ваши частушки, обожаю слушать что-то новенькое, поэтому ансамбль «Голос» прямо сейчас жахнет свеженьких, новеньких, задуманных частушек. Вот когда Вера пришел, мы тут же помним ваши частушки. Хрязь? Хрязь? Да. Да давайте же уже, я слушаю. Хорошо, послушайте. Маджи! Мы частушки много знаем, и хороших, и плохих, Хорошо тому послушайте, что не знает никаких. И корецкие девчата, хороши так хороши, Пять частушки так умеют, прямо скажем от души... Сухаренский голос знает и приветствует не раз. На Кубань-24 мы сегодня первый раз. Все работники культуры – говаритные фигуры, А без этих их фигур нет ни жизни, ни культуры. И весь талантливый народ скоро нас-то соберет, И, признаться, каждый раз попасть в народный ваш формат. Преостовься, дорогая, стопус жизни нам даёт, И в народном-то формате общь не хочешь, а запоём. По весёлую в гармошку песню беднюю стою, Сорок лет уже пропела, и ещё в сорок пропаю. По планете ходит вирус мрачной истории, А в культуре для него нету территории. Мы чувствушки вам пропели, и отсюда мы уйдём, Отпросите, не просите, мы вам больше не споём. Это для меня, лично для меня. Всё, я вы... Сейчас, сейчас.